Спасибо, дорогие ветераны, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего хотел бы от всей души поздравить с праздником, с Днём Великой Победы, который приближается к нам. И прежде всего поздравить ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тех, кто в суровые военные годы самоотверженно трудился в тылу. Это великий праздник, это великий юбилей, это гарантия преемственности нашего государства, гарантия связи времён. Президент, выступая на заседании Российского Организационного Комитета Победа 17 марта, сказал, что 9 мая – это день славы, день гордости нашего народа, день наивысшего почитания поколений победителей. Наша страна сыграла решающую роль в разгроме гитлеровской военной машины, в освобождении Европы и мира от нацистского безумия. Именно благодаря мужеству, героизму, самопожертвованию советских солдат, всех народов бывшего Советского Союза, вынесших на своих плечах основные тяготы войны, европейский континент смог встать на путь созидательного развития и партнёрства. Для нас Великая Победа будет и впредь оставаться источником национальной гордости, основой для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами. Низкий вам поклон. При этом мы никогда не делили победу на свою и чужую. Всегда высоко ценили вклад союзников по антигитлеровской коалиции, всех, кто плечом к плечу сражался с нацизмом во имя правды и справедливости. 9 мая на Красной площади будут главы многих государств и правительств, международных организаций, ветераны из более чем 20 стран. Вместе с российскими участниками парада пройдут воинские подразделения наших партнёров по Содружеству независимых государств Индии, Китая, Монголии, Сербии. В эти майские дни мы с чувством гордости вспоминаем о вкладе в победу нашего внешнеполитического ведомства. Тогда, как и во все переломные моменты в истории государства, дипломаты стремились до конца исполнить свой патриотический и профессиональный долг, в том числе и с оружием в руках. Уже в самом начале войны ополченцы Народного комиссариата иностранных дел вступили в бой с фашистами под Ельней. Общее число работников Наркомендела, добровольно вступивших в ряды Народного ополчения и призванных в действующую армию, составило 237 человек. За их плечами славный боевой путь, участие в обороне Москвы и Ленинграда, в Сталинградской битве, в сражении на Курской дуге, освобождении Белоруссии, других боевых операций. Свыше 300 нкидовцев работали на строительстве оборонительных укреплений для защиты столицы. Имена наших погибших товарищей увековечены на мемориальной доске, установленной в вестибюле министерства. Среди ветеранов МИДа 61 участник Великой Отечественной войны, 9 жителей блокадного Ленинграда, 3 узника фашистских лагерей, 127 тружеников тыла. Мы отдаем должное нашим предшественникам, которые в те нелегкие годы последовательно, с полной отдачей отстаивали внешнеполитические интересы страны, способствовали созданию и сплочению антигитлеровской коалиции, настойчиво добивались открытия Второго фронта. Особое внимание уделялось усилиям по формированию основ справедливой послевоенной архитектуры безопасности, которые увенчались созданием Организации Объединенных Наций. Ее 70-летний юбилей мы широко отмечаем в этом году. К сожалению, по мере отдаления тех событий начинает ослабевать вакцина от нацистского вируса, выработанная на Нюрнбергском трибунале. В некоторых странах, в том числе стремящихся присвоить себе право быть эталоном демократии, открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, поднимают голову национал-радикалы, вызывают возмущение попытки фальсифицировать историю, уравнивать жертв и палачей, поднимать на щит нацистов и их приспешников. Цель таких действий, и об этом не раз говорил президент России Владимир Путин, очевидна, спровоцировать историко-политические фобии, рассорить целые страны и народы в стремлении к односторонним геополитическим преимуществам и доминированию на мировой арене. Россия будет и далее жестко противодействовать подобным замыслам, которые угрожают устойчивости всего мироустройства фундаментальным принципам демократии и прав человека. Признание в полном объеме итогов Второй мировой войны, которые закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций, является императивным для всех государств-членов организаций. Мы не позволим опорочить подвиг победителей фашизма, извратить правду о Великой Отечественной войне. Продолжим противодействовать любым формам и проявлениям расизма, ксенофобии, агрессивного национализма, шовинизма. В декабре прошлого года по инициативе России в соавторстве с многими делегациями Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию о недопустимости героизации нацизма. Через несколько часов, вот сегодня, в Нью-Йорке, по предложению России, наших союзников по ОДКБ и Китая, откроется торжественное заседание Генеральной Ассамблеи в память о жертвах Второй мировой войны. Сегодня как никогда важно не забывать об уроках той глобальной катастрофы, о страшных последствиях веры в собственную исключительность. 70 лет назад участникам антигитлеровской коалиции удалось подняться над амбициями и разногласиями, объединить усилия ради разгрома общего врага, уничтожения преступной идеологии человеконенавистничества. Совместная работа остро востребована и сейчас, если мы хотим эффективно противодействовать многочисленным вызовам современности. Судьбы мира не могут определяться одним государством или узкой группой стран. Подлинная безопасность может быть лишь равной и неделимой и обеспечиваться только коллективно, как это и закреплено в Уставе ООН. Дорогие друзья, в этот торжественный день хотелось бы отметить работу Совета ветеранов Министерства, одного из передовых ветеранских отрядов Москвы, инициатора многочисленных мероприятий, призванных сохранить преемственность поколений и связь времен. Наши ветераны продолжают активную общественную деятельность, носят неоценимый вклад в распространение правды о Великой Отечественной войне, участвуют в многочисленных научных конференциях, круглых столах, выставках, организуемых в Министерстве, в Дипломатической Академии, в МГИМО и на других площадках. Низкий вам поклон за неустанную заботу о патриотическом воспитании нашей молодежи. Руководство Министерства активно поддерживает начинание Совета ветеранов, его председателя Владимира Николаевича Казимирова в благородном деле сохранения памяти о наших товарищей. Среди них установка в прошлом году памятной доске ополченцам Народного комиссариата иностранных дел на здании на Кузнецком мосту, поисковые работы по выявлению новых имен нкидовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их имена будут высечены на мемориальной доске в вестибюле Министерства. Помогаем воплощать жизнь вашей инициативы, направленной на увековечивание выдающихся деятелей отечественной дипломатии, включая присвоение их имен улицам Москвы, других городов, честование их юбилеев и здания, посвященных им книг. Благодаря вниманию руководства страны к Министерству иностранных дел в прошлом году принят указ президента, в соответствии с которым на новый уровень было поднято пенсионное обеспечение большинства ветеранов дипломатической службы. Со своей стороны прилагаем все усилия с тем, чтобы максимально мобилизовать имеющиеся возможности по оказанию ветеранам помощи и поддержки. Всем без исключения ветеранам. Особой благодарность в этой связи нашим загранучреждениям. 70 лет назад закончилась самая кровопролитная в истории человечества война. Как образно сказал известный писатель-фронтовик Даниил Гранин, великая решающая схватка. Помните об участниках той беспримерной борьбы, заботиться о них, заботиться о тех, кто вернулся победителем, и сегодня рядом с нами наш священный долг. Хочу еще раз поздравить ветеранов, всех присутствующих здесь, с наступающим великим праздником, пожелать здоровья, благополучия, всяческих радостей. С праздником победы. И хотел бы сейчас в заключении своего выступления перейти к очень приятной миссии в связи с праздником и в признание заслуг добросовестного многолетнего труда в системе Министерства иностранных дел. 15 ветеранов награждены нашим МИДовским знаком, почетный работник Министерства иностранных дел. Не все из них смогли сегодня присутствовать лично на этом заседании, но те, кто пришел, я хотел бы очень сейчас вручить вам лично наши ведомственные награды. Приказом министра иностранных дел Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в системе Министерства и в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне звание почетный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации присвоено Берденникову Виталию Антоновичу, старшему референту в отставке Глухову Аркадию Михайловичу, чрезвычайному и полномочному послу в отставке Еремеевой Вере Васильевне, старшему референту в отставке АПЛОДИСМЕНТЫ Романову Анатолию Дорофеевичу, дипкурьеру в отставке АПЛОДИСМЕНТЫ